Всем привет! Давайте сегодня посмотрим, что будет, если в Кока-Кола добавить молоко. Так вот. Кока-Кола надо чуть-чуть отлить, чтобы молоко добавить. Молока надо, по сути, немного. Ну, вот столько где-нибудь. Как видим, когда добавляешь молоко, ну или что-нибудь в Кола добавляешь, она сразу пенится начинает. Как вы можете видеть. Так, сейчас пена получается, я просто закрою баночку и оставлю на некоторое время. И посмотрим, что будет с Кока-Колой. Так, ну вот у нас прошел примерно где-то час после того, как я набил молоко в Кока-Колу. И вот у нас выпал в осадок, по сути. Тут вода у нас стала такого прозрачно-бежевого цвета такая. И вот у нас выпал какая-то фигня в осадок. Так. И немножко наверху еще такая пена там, вот, как вы можете видеть. Так, ну давайте мы это дело все профильтруем и посмотрим, что это за фигня. Вот внизу, которая. Так, ну вот я тут профильтровал немножко. Потому что все там достаточно долго фильтровать. Ну вот тут немножко профильтровал. Вот такой достаточно светлый расслаб получился такой. Желтоватый такой. Давайте я теперь в стакан отолью и попробую на вкус. Так, ну вот я немножко отолью. И попробую на вкус. Ну вот, вы сейчас, веря, отлил. И попробую. Что-то мне стрёмно, надо хрень пить, но ради вас попробую. Ну слушайте, по вкусу сладкое. Вот как бы без газов. Похоже на колу, но кола практически не чувствуется и нету газов. Такое сладкое жидкость получилось. И как бы чашнетки там, не знаю, попадают. Вот такая шерова. Ну, по вкусу сладкое, короче. Так, ну вот у нас такой эксперимент получился. Я надеюсь, что у меня желт не заболел после этой воды. Ну ладно. Вот такой эксперимент у нас получился. Я надеюсь, что он понравился. Поэтому обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Огромное спасибо. Ну, по сути, на сегодня все. До новых встреч и всем пока.